Тема презентации в телевизии Ваш класс. Сама тема уже это как бы большой вызов, наверное, для каждого реснаст, для каждого педагога, что нужно сделать что-то совсем иначе. Но иногда бывает, что мы ощущаем в процессе работы, что нужно сделать что-то такое, из рук в угон выходящее, что поможет мне в моем учебном процессе. И это, наверное, может быть какой-то сегодняшний инструмент, который я попытаюсь вам передать, может быть, вам пригодится. И я думаю, это очень надеюсь, что вы признательны, если вы мне сделаете какой-то определенный голос. Кроме того, есть такое пожелание, если будут вопросы такие-то в процессе, обязательно задавайте, не стесняйтесь, и Ваши комментарии для меня будут важны. В первую очередь, ну, как у ребенка класс, давайте рассмотрим определение, если ребенка будет заниматься. Это модуль обучения, при котором учитель предоставляет материал для самостоятельного изучения дома. А на научном занятии переходе проходит практическое закрепление материала. Такое определение я нашла для себя в интернете, и оно вполне отвечает. А модель перевернута масса, по-моему, это политика. Едите сюда, пожалуйста. Какую-то службу, конечно, вперед, пожалуйста. По английской терминологии перевернутый класс часто звучит как «при», поэтому этот термин, если вы тут это включали, это как раз и обозначает модель перевернутого класса. В первую очередь, что такое перевернутый класс? Это создание видео, размещение этого видео, какая-то интеракция с этим видео, то есть мы как-то с ним работаем. И, кроме этого, управление этим видео. То есть, что мы как-то можем управлять, я Вам покажу в процессе. Почему я сегодня стою перед Вами и говорю об этой теме так настолько уверенно? Потому что у меня были хорошие, у нашего конкурса были хорошие спонсоры. Это организация, американская организация «Тысячелетие», которая профинансировала этот проект. Нужно отметить, что проводили этот проект, конечно, не море, а другая организация, и представители этой организации проходили на себе эту методику. То есть, они учились в Англии, и многие учителя в вузах используют эту методику для того, чтобы передать материал своим студентам. То есть, при ведущих европейских вузов, это нормальная абсолютно методика, и они, для них, для девочек, которые закончили университет в Латвине, эта тема была очень актуальна, и они нашли спонсор и решили этот проект внедрить для грузинских учителей в их область. Здесь я не буду Вас сейчас утомлять этим видео, которое на 12 минут приблизительно в результате. По окончанию проекта был создан небольшой документальный фильм, который, если Вам будет интересно, он заложен именно на YouTube, и пакет, который я Вам передам, содержит это видео, Вы можете потом посмотреть его. Текст идет на грузинском языке, но внизу есть перевод на английский язык, поэтому достаточно адаптированный текст, Вы сможете посмотреть, как проходил весь этот проект, какие этапы мы проходили в процессе, Вы сможете посмотреть в этом видео. Давайте рассмотрим более конкретно, что представляет из себя модель перевернутого класса. Как мы уже говорили, в классе у нас стандартная модель. Если рассматривать стандартную модель, фигурирует в первую очередь учитель, а ученик – это человек, который крутится вокруг учительства. Это стандартная модель. Что касается флипа. В флипе ведущую роль на вершине доры, на вершине обучающего процесса, стоит ученик. А учитель, скажем так, организует этот процесс таким образом, чтобы ученику было доступно это обучение, чтобы ему было интересно учить. Что происходит в классе. До того, как мы попадаем в класс, ученик смотрит с помощью видео уроков, смотрит и получает теоретическую информацию. После этого он отправляется в класс. В классе они во время нахождения в классной комнате обсуждают эту тему, рассматривают трудности, которые у них возникли в изучении этого материала. Учитель может дать определенные рекомендации, потому как видеоконтент организуется следующим образом. Мы передали видеоматериал. Этот видеоматериал максимум должен быть в размере 15 минут. Внутри этого видеоматериала мы скажем, говорим о том, как нам приготовить, предположим, хачапури. На каком-то этапе мы останавливаем и даем текст. Скажи, пожалуйста, из каких-то ингредиентов состоит эта хачапури. Ага. И он отвечает, надо положить вот это и вот это, чтобы он приготовил. Продолжаем видеоматериал. В конце этого видеоматериала, или на нужном этапе мы его опять останавливаем и ставим вопрос. Вопросы могут быть как на уровне просто простого теста, а также может быть и вопрос поставлен в виде открытого теста. То есть мы задаем вопрос, а ручник пишет ответ. Причем все это абсолютно в перевернутом классе, в определенном интернет-ресурсе, о котором я буду говорить чуть-чуть похоже, оно это видно. То есть учитель осуществляет, помните, я вначале показала конечная точка, менеджмент, да, осуществляет управление. Он видел, кто посмотрел, сколько раз посмотрел, когда он отвечал на вопрос, он вернулся, ему второй раз потребовалось посмотреть это видео, или он сразу ответил на вопрос, ответил ли он правильно или неправильно. И смотрите, какая у нас получается ситуация. Когда я уже прихожу в класс, я знаю, что вот эта группа в полосатых купальниках посмотрела это видео, все они правильно ответили на эти вопросы, и я даю им при нашем классе уже готовые задачи, которые мы прорешаем, и все замечательно. Есть другая группа, которая это видео посмотрела и ответила неправильно. И я говорю, что дружок мой, вот ты, ты и ты идешь сюда, вот для тебя карточки, садись и решай, потому что у тебя что-то было там не так в этих тестах. Или же, давай-ка мы с тобой сейчас вот это разберем, а остальные, то есть индивидуальный подход. Это дает нам возможность подготовить инструмент таким образом, чтобы каждому конкретному ученику у нас был правильно подготовленный урок, и все было под контролем, потому что ни для кого не для секрет, не секрет, что заходя в большие переполненные классы, где по 30 учеников, да даже и 20 учеников, иногда бывает сложно охватить полностью и проверить то же самое домашнее задание. Представьте, что во время клипа вы домашнее задание фактически задав в виде видео и тестов, вы уже его просмотрели. Тут, конечно, возникают другие вопросы, а где столько времени, чтобы это все смотреть и потом это все компоновать. Но, да, конечно, есть определенные проблемы, но для этого мы будем говорить о том, что клип, конечно, это или же дополнительное финансирование откуда-то изменивает с помощью донорских организаций, как это практикуется на сегодняшний момент, или же это учителя-энтузиасты, фанатов своего дела, которые целиком и полностью хотят... Да, я в этом целиком и полностью согласен, потому что возникает, конечно же, вопрос времени, очень актуально, как раз на сегодняшний момент. Ну, в контексте перевернутого класса хотелось бы еще вот такой слайд показать, перевернутая лаборатория. То есть это могут быть не только теоретические какие-то задания, это могут быть и практические. То есть вы рассказали о том, как совершить какой-то опыт. И в контексте перевернутой лаборатории ученик получает дома инструкцию и, приходя в класс, он проводит эксперимент. Или же тот же самый эксперимент может выполнить в домашних условиях и прийти и рассказать, как он его сделал, или обсудить в классе, каким он получил результат. Согласитесь, что время, которое мы потратили на объяснение, как провести этот эксперимент, оно вымещено уже в домашние условия, выходит, а в классе у нас есть больше времени для того, чтобы обсудить и дополнительные какие-то условия этого эксперимента и так далее. Я вначале отметила, что переход к модели перевернутого класса является переходом от главенства учителя к главенству ученика. В зарубежной литературе этот переход описывают как смену роли учителя. И в русском контексте гид со стороны рулит. Так можно перевести этот подход. Хочу сказать, что методика перевернутого класса, она появилась сравнительно недавно в образовательном процессе. Это 2007 год. Американские педагоги решили, что... Вернее, увидят, что наши коллеги увидят, что многие спортсмены, часто пропуская занятия, теряют какие-то возможности в процессе обучения. Они решили вынести видеоконтент вот таким образом и организовать этот перевернутый класс. То есть фактически изначально посыл был такой, что тем ребятам, которые пропускают занятия, мы приготовим видеолекции. Ну а это уже в дальнейшем, благодаря СМИ, благодаря широкой рекламе этого процесса, получило настолько широкое распространение. Я говорила на спидгикинге, что постараюсь сделать, чтобы моя презентация была как можно более практическая, а не теоретическая. Так что все, что я хотела угодно и сделать на сегодняшний момент по теории, я уже закончила. Я хочу непосредственно перейти в практической части, то есть как организовать перевернутый класс. В первую очередь нам необходимо приготовить презентацию, ну, например, в программе по Ольбой. После этого мы можем скачать совершенно бесплатно программу, которая называется «Street-O-Matic». И с помощью этой программы мы осуществляем запись видеоконтента. То есть вы, используя ноутбук, предположим, или используя обычный компьютер, имея в наличии видеоконтента и микрофон, можете записать этот контент. Далее вы можете выложить это видео или на YouTube, потому что есть возможность добавления этого контента в класс с помощью ссылки на YouTube, или же вы его сохраняете с помощью программы «Скриновать». Дальше надо зарегистрироваться на сайте adpuzzle.com, регистрация бесплатная. И управление классом тоже абсолютно бесплатно. И добавляем в класс его участников. Эту презентацию я передам вам всем желающим, вы можете записать. Здесь коротенькая инструкция есть. Ну, а теперь мы переходим уже непосредственно на управление самого класса. Спасибо. На практическую часть. Так, первое. Предположим, что у нас уже есть готовое видео. Я постаралась это видео сделать, не видео, а презентацию сделать нейтральную, не относящуюся ни к какому предмету. И программа «Скриноматик», которая запускается, она очень простая в использовании. У программы есть несколько, как говорится, возможностей. То есть, есть платная и бесплатная версия. Мы используем бесплатную версию, 3 рекорда, которые дают вам на возможность 15 минут записывать бесплатно видео. Во время использования этой программы вы можете использовать только видеокамеру и таким образом записывать только себя. Вы используете какой-нибудь фон сзади, предположим, и вмещаете. Вы можете использовать только экран. Можете использовать опыт. То есть, основное, о чем вы говорите, на основном экране находится, и ваше маленькое окошечко снизу экран. Используем только экран. В это время включаем презентацию, которую нам нужно записать. После этого должен появиться такая рамочка. Появилась рамочка, я, к сожалению, не смогла это сделать хорошо. Давайте эту рамочку адаптируем по размеру нашей презентации. Но неважно сейчас, я думаю, что не стоит найти технические возможности утерять внимание. Итак, мы начинаем запись этого видео. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Аудитория. Это ребята 15, 16, 17 лет. Спасибо. Приветствую. Кроме в группировке, соответственно. Спасибо. Я вам сказала дутого. Когда мы приглашаем студента, мы можем пригласить его и указав ход. То есть заходя на red puzzle.com, если вы попробуете сейчас на вашем базе предстоятельного Сердина Red puzzle.com, вы будете иметь два доступа. Один зайдите как студент, второй зайдите как педагог. Когда вы регистрируетесь как студент, он просит, введите, пожалуйста, код вашего класса. Вот это и есть код вашего класса, который вы можете написать на доске, передать студенту, и он зайдет, уже используя этот код. Можно еще вопрос? Студентам не нужно регистрироваться на этом? Обязательно. У меня об этом как раз и говорят. При том, при регистрации. Ну, скорее всего, да. Я, честно говоря, как студент не регистрировалась, но здесь классы вообще не нужны. Нет. Что сказать? Я сделала программу, которая была заточена под модуль, например, на склад заморочке и стены. То есть специальные проект-дизайнеры, и они тоже начинаются с обучения, готовились достаточно долго, за 5 месяцев, до того, как начался учебный процесс, был записан видеоконтент. Я допустила ошибку, выложу весь видеоконтент в самом начале, потому что они начали вперед смотреть видео. Это, кстати, тоже такие тонкости, они очень важны. Почему? Потому что мы должны ориентироваться на класс и должны ориентироваться на его потребности. И если бы я ему заранее выложила весь контент, то он посмотрел, у него уже мотивация, она несколько теряется. Это была моя ошибка, да, и поэтому я вам свои ошибки тоже. Интеграция с классом. Можно? Это какие мотивации? Воспользуемся. Интеграция с чем? Класс. Google класс. Google класс. Да, по-моему, есть возможность, я ее не использую. Да, я ее не использую. Так, давайте посмотрим, как работает с контентом, чтобы у нас время не убежало. А... Можно просто стягивать Google по поводу, когда не убежал. Значит, в этом классе зарегистрировано 19 студентов. Давайте посмотрим. Например. Ну, вот сама лекция. Как она выглядит. Давайте посмотрим, как студент видит эту лекцию. Он выпускает дома видео. Видео перекрутить, к сожалению, невозможно. В данном случае на грузинском языке, то есть здесь тема, которую он должен... Узнает. Просто хотелось показать, что есть. Там видеоконтент было много. И конкретно уже результаты, уже ребята просматривали, ошибки допускали. Потому что показать хотелось набраться. У вас на вопрос это все редактируется прямо в этом... Прямо в системе, это пазл, вы это все можете редактировать. И посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот тут есть пол вопроса. Это то место, на котором я сочла нужно поставить вопрос и провести тест в системе. Потихонечку оно дойдет до этого. Ну, здесь рассказывается о том, какие есть версии H7. Больше тут ничего особенного нет. И что характеризует каждую из этих версий. И найдя до момента, когда появляется знак вопросика, выходит тест. То, о чем я говорила в видео, звучит в тесте. То есть если он понял то, что я ему объяснила, да, я задаю конкретный вопрос. Посмотрел, например, сайт Google, google.com и может пройти, в какой версии HTML он выбивает. Вот и все. То есть он имеет определенные навыки, он заходит туда и он видит. Зайдите на сайт Google.com, дайте, пожалуйста, мне ответ, в какой версии HTML он выбивает. После этого он интерактивно здесь ставит эту птичку, добавляет этот ответ и проходит дальше, сможет смотреть видео дальше таким образом. Есть не только закрытые, но есть также открытые вопросы. Да. Вопросы можно добавлять. Вы можете открытые вопросы поставить. например, который подразумевает, что он напечатает ответы, и эти ответы просмотра. То есть весь финал выгружения просто в видео находится? Да, в этой системе она очень простая, очень простая. Бесплатная. Вот появляется второй вопрос, и на этот вопрос он должен напечатать ответ вот в этом вакошке. То есть есть возможность поставить открытые вопросы. Вы уже можете проконтролировать каким-то образом. Так, дальше. Правильно или неправильно, как раз я к этому перехожу. Я хочу показать вам. Таким образом мы контролируем. На примере той лекции, которую мы только что просматривали. Вот прогресс. Вы видите, что есть товарищи, которые просмотрели это видео. Есть товарищи, которые его не смотрели. Есть товарищи, которые отвечали или не отвечали на вопросы. Вот сейчас мы просмотрим, предположим, ну вот этот товарищ. Что он сделал? Значит, здесь видно, что он просмотрел это видео. Он правильно ответил на первый вопрос. На второй вопрос он не отвечал вообще, поэтому его оценка 50%. Если он смотрел видео один раз, то это корид светло-зеленым цветом. Если он смотрел видео два раза, то это темно-зеленым цветом. Там, где ему прошлось три раза посмотреть, это видно. И там он просматривал это видео. Значит, здесь у него были определенные затруднения. Значит, на этот конкретный момент нужно обратить внимание. А здесь надо ставить пальцем на луну, почему-то не ответил на вопрос. Или пропустил его. Или ответь мне, пожалуйста, на этот вопрос на уроке. Потому что тут видео досмотрел до конца. То есть, насколько вы видите, система достаточно простая. Она не фактически дает вам возможность, вот вы видите его ответы, что он отвечал. То есть, ответ пусть дам правильно. Вы можете попалить и сказать, что все хорошо, все замечательно. Слушаю вас. Можно вопрос. Там нельзя было перемазывать, как он может. Просмотреть этот кусочек несколько раз. А, несколько раз он может видео, когда уже он просмотрел до конца, а там он уже может смотреть второй раз на курсы. Максимально рекомендовано, чтобы лекция была не более чем 15 минут. Тут возникают вопросы, связанные со занятостью ребенка за компьютером. То есть, многие родители, например, протестуют против того, чтобы был клик. Почему? Потому что ребята привязаны к компьютерам, они целыми днями сидят за компьютером. И они, родители, не хотят, чтобы ребенок проводил столько времени за компьютером. Думаю, что 15 минут времени – это не настолько критичное время за компьютером, которое может каким-то образом изменить его график. То есть, это может быть и планшет, это может быть транспорт, и мобильный телефон, пока он едет домой, и так далее. То есть, вы знаете, как я считаю, что весь учебный процесс переводить конфликт – это нереально. Отвечу очень просто. Есть учителя-энтузиасты, которые согласны не вернуть. Я была тем энтузиастом, который согласился в рамках этого проекта работать. Хочу отметить, что в моем случае это было абсолютно бесплатно. То есть, те товарищи, которые приехали из Лондона и получили качественное образование, считали, что это очень хороший способ обучения, они написали проект, обратились в донорскую организацию и сказали, что профинансируйте нас, мы передадим свои знания. То есть, опять же говорю, что практика показывает, что КИП делает переводный выклад, делается на том, что учителя-энтузиасты, которые ориентированы на то, чтобы КИП, процесс обучения, был качественным. Это 21 век фактически, это современные технологии, которыми имеют просто ребята на сегодняшний день практически все, которыми владеют. И поэтому это как еще один дополнительный инструмент в образовательном процессе. Я не хочу ни в коем случае сказать, что КИП – это лекарство от всех проблем, что КИП – это самый лучший инструмент в образовательном процессе вовсе нет. Это один из инструментов, и он работает хорошо только лишь в том случае, когда класс высоко мотивировал. Если нет мотивации в классе, если вы заходите в новую аудиторию, где вы, ребят, совершенно не знаете, то очень сложно будет работать с КИПом. Я считаю, что это мой личный опыт и мое личное мнение, что КИП надо делать в той аудитории, которую вы знаете, и в той аудитории, где вы уверены, что этот КИП будет работать. Если мотивация низкая, вы потерпите пирас, как говорю сразу. Потому что не будут смотреть, не будут перематываться. Вы, наверное, видели, что у меня там крестики возле. Вот крестики – это как раз товарищи, которые на сегодняшний день уже из колледжа, ну, много есть на КИПе, но некоторые уже отчислились. То есть это товарищи, которые не хотели учиться. Птички – это те товарищи, которые не хотели учиться, и учатся, и получают образование в следующий день. Вопросы, скажите, как за плейлисты вы оценили, что вы оценили? Плейлисты – это все внутри уже, да, внутри это все видно. Система оценки у нас несколько иная. В то же время мы не выставляем оценку в качестве балла. У нас есть определенные тесты, которые там, тесты или практические цитаты, которые мы выдаем. И оценка такая – подтвердил компетенцию, не подтвердил компетенцию. То есть баллов не было. Сдал – не сдал. Еще раз. В рамках клипа не было общего проекта, хотя можно было сделать задание в видео, что делай проект, и тебе будут какие-то дополнительные умы. То есть у нас в профессиональном образовании, практический проект, у нас есть такой модуль для делать. То есть они, когда уже практически какого-то компетенциуметру, как они делают веб-сайт, в рамках практического проекта, это отдельно оценивается. В нашем случае это так. Простите, вот… Сколько можно задать вопросов на адреса? Сколько угодно. Нет никаких ограничений. Сколько поместите в течение 15 минут? Мы же должны говорить, вещать, и эти вопросы как-то там разместить так, чтобы это было логично. Скажите, будь ласка, как часто вы даёте эти видеоролики на неделю, на месяц? У меня были они сделаны заранее, где-то за три месяца до начала учебного процесса. Самый учебный процесс тоже три месяца. Но я считаю, что нужно делать их непосредственно, точечно, перед тем, как ходить в школу. Потому что вы знаете, что нужно, ребята, вы сделаете видео, так же, как и на уроках мы работаем. Потому что этот комплект, он не железобетонный, он на следующую группу работать не будет, он может будет работать совсем по-другому для другого группа. То есть это видео придётся записывать заново, или совсем по-другому какому-то виду. Ну а я в час, я в час. Это каждый урок у вас придётся? Значит, этот учебный курс был рассчитан на 60 часов. В этих 60 часах находились где-то порядка 30 тем, и в каждой теме было записано отдельное решение. Так, слушаю вас. 500 правильных письмов вы видите? Процент правильных ответов. Процент правильных ответов. Мы видели, вот это вот процент правильных ответов. 52 было вопроса поставлено, на один был ответ, на второй нет. И здесь, соответственно, 50 за счет. Простите. Сколько технологически ваш этот, то есть полностью данный Wi-Fi? Или это не предусматривает именно школьное пространство? Отлично, ваш вопрос, очень хороший вопрос. Поскольку не каждый ребёнок имеет возможность пользоваться компьютером дома, не у всех есть компьютер дома, и не у всех есть интернет дома, то мы решили так, что в колледже есть библиотека, которая компьютеризирована, и вне учебного процесса ребята знают, что у них есть задание просмотреть урок номер 3, и они идут в библиотеку, тратят 15 минут на то, чтобы посидеть в библиотеке, просмотреть этот видеоконцент и ответить вопрос. Здесь был вопрос ещё, простите, вот первое. Да, да, после того, как ученики дома посмотрели видео, ответили на вопросы, что дальше происходит на уроке? На уроке происходит прорабатывание практического материала. То есть если у нас здесь был... Здесь, конечно, я спросил. Да, ну контент, предположим, связанный с созданием таблиц в HTML. Они просмотрели, они знают уже теги, с помощью которого и на урок они приходят и получают готовое задание. Сделать, предположим, табличку 3 на 4. Всё. И он сидит и делает эту табличку 3 на 4, потому что он видео посмотрел, знает, что эту табличку делает. Фактическое задание, которое требует... Знание, которое дома... То, посмотрите, совершенно верно. Выходили, да? Да. Эффективность обучения повысила в том случае, когда группа была мотивирована. Вот эта часть группы, этот спектр группы, мне это было очень сложно, я честно говорю. Потому что выявилась та группа участников, которая была мотивирована, которая работала с командой и отвечала на вопросы, и вышла та часть, которая была в том, чтобы в классе и составлять модели. Спасибо. 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 Да нет. Что она делала? Да, конечно. Конечно. Вы не представляете, насколько это окружает металлога, насколько больше дает возможности для того, чтобы внутри в классе поработать. И тут появляется уже и желание у них самих, какие-то идеи возникают. А давайте сделаем это. И действительно, вот та роль ученика, который появляется на решении, а учитель находится в работе, в этом случае работа. У меня такой вопрос. А сколько заданий вы выделяете на практическую часть? Ну, это сделано первое задание, а дальше? Все зависит от темы, потому что практическое задание может быть, особенно в дизайне, которое и на три занятия будет растянуто, скажем так, а может быть, которое они сделают за 15 минут. Я стараюсь делать маленькие задания, точечные, для того, чтобы была возможность обсудить, для того, чтобы была возможность роста от простого к сложному. И, соответственно, таким образом у них возникает уверенность в том, что они это делать могут, и что все просто. То есть обязательно контент, выбранный вами, он должен быть, и вообще рекомендация во время создания, и последующая. Делайте так, чтобы у вас в видео было выложено, видео передано, в легкий материал. То есть не надо добавлять исключения. Исключения я исправила. Добавьте в классе, расскажите о них в классе. Да? И о каких-то сложностях говорите в классе. А вот то, что легко и понятно, об этом скажите в видео. Вот есть такая методика, это мы подслушивали кильный вопрос. Да, коррективный вопрос. Что вы делаете с учениками, которые вы посмотрели дома? Вот на уроке. Не прошли. Профессиональные. Вот в этом и была самая большая заблотка и сложность. Почему? Потому что в профессиональных колледжах у нас отменили оценку вообще. Я об этом говорила. Подтвердил факультет? Не подтвердил. У меня не было в руках устроения. Если бы была текущая оценка, я бы могла поставить там в бой, в жирную. Тогда бы мотивация возросла сразу. Но это такая европейская модель, рассчитанная на то, чтобы человек, когда приходит в поле, чем-то заинтересован, кто-то получит знания. И не совсем было учтено то, что ребятки после 9 класса еще не совсем понимают, куда они пришли. Они еще приняты к тому, что есть куратор, который удачивает, или же есть палка на голову, которая в виде оценки будет рекомендацией. Это, кстати, не конец еще моей презентации. Я хотела еще пару слов добавить рекомендации, потому что время уже заканчивается. И пару слов я хотела сказать. Какие практические рекомендации? Я уже все сказала. Первое. Надо сложно найти время для того, чтобы контент создать, написать. Нет, рекомендация при создании перевернутого класса следующая. Контент должен быть не другой. Хотя, в принципе, почему бы и. Но с другой стороны, авторские права. Это вообще хорошо, когда есть одна система, и есть единый подход, единый стандарт. Потому что специалист, которого мы подготовили в факторе, такой же специалист, как у мы подготовили в Киеве. И они имеют одинаковую компетенцию в этой области. Ну, скажем, давайте по-одинаковому готовить кофе во всем не вверх. Да? Если это капучино, то это капучино везде по одному стандарту приготовить. Это хорошо. Это хорошо. Но у нас нет такого контента в соширении подверенного. Занятие можно... Да, да, да. Если вы согласны с этим контентом, то в данном случае вас никто бы фразировать вместе. Не начинайте внезять эту методику в сложном или в новом классе. По моей рекомендации, опять же, я говорю, ваши правы, но вам правы, вам даже не лучше. И еще одна рекомендация. Очень хорошо найти учеников, сотрудников. Иногда бывает, они вам такой контент запишут, что ваше время свободное, вы можете просто проверить и сказать, это отлично, молодец. дать ему дополнительную форму, поощрить его. И таким образом контент добавлять не могут, они могут его вам прислать, а вы можете уже этот контент добавлять, когда ты не захочешь. Ну, давайте скажем о плюсах и минусах тоже. Вы, наверное, и сами можете сказать свое мнение. Я здесь ожидала, что у нас будет такая очень активная беседа. Конечно же, один из плюсов, когда индивидуальная подходит, мне, наверное, самый главный, это индивидуальная, потому что ученик находится на вершине обучающего процесса. Больше времени на практические занятия в классе. Лучший результат, соответственно. Вы можете контролировать выполнение домашнего задания. Кстати говоря, выполнение домашнего задания это достаточно трудоемкий процесс. зайдя в класс и обойти, обсканировать все эти 20 или 30 тетрадей для того, чтобы посмотреть то, что сделал. Это не всегда бывает тоже по времени, много тратится времени, не всегда бывает доступно. Далее, контроль, и вы видите, сколько раз смотрит ученик контент. Он может его смотреть несколько раз, и вы это все можете видеть. Ну, а минусы? Ну, я уже сказала, что контент придется записывать возможно для каждого класса водителя. Никто не заплатит вам за потраченное время. Это однозначно абсолютно. Большой минус это не готовность педагогов работать после смешанного обучения. И часто бывает так, что Министерство педагогов и владеет этим технологиями. То есть, да, программу, предположим, как ему пользоваться, где он не владеет почтой, и там. Такое тоже бывает. Так что... Ну, и в конце завершений я бы хотела сделать некоторые выводы. Преподавание по методике переводов этот класс повышает мотивацию учащихся, улучшает качество знания, способствует формирование развития ключевых качествах обучения. Самообучение. Мы учим, как учиться. Это тоже очень важно. Научить учиться. Посмотри видео, сделай выбор, и принесим мне информацию, проанализируем. Проанализируем. Это тоже. Дуполняем механические решения уравнений, предположим, да, линейных уравнений. Ученик нарабатывает какие-то навыки, но у него не возникает никаких вопросов, он просто механические уравнений. учебных процессов повышается и их ответственность за свою обучение. Преподавание по ванной вебинаре не связано, ну и, естественно, необходимо учитывать те, которые мишки, которые возникают и для себя, на заправленность делать, когда нужен мне, зачем мне. Спасибо. Я хотела вам передать один из методов, который мне очень помог метод Корнеля. Может быть, кто-то слышал об этом методе? Нет, не слышит? Я расскажу про своего сына. Мой сын не делает. Мой ребенок сейчас. Мы не любим учить в Диме. Когда он читает параграф по истории, для него это все куча слов, он может выделить остальное, чтобы потом это не мог по-раньему. Я нашла для себя метод Корнеля, с помощью которого научила его, как учиться. В том контексте последнего предложения научить, как учиться. И этому я научила свою ученику, научила свою сын. Благодаря методу Корнеля мы систематизируем те знания, которые получили. Скажем, прочитаем параграф берем листок и размечаем его вот таким образом. В этой части листка мы записываем темы. Лик, перевернутый глаз. Дальше вы выписываете здесь основные слова, ключевые слова, которые вы узнали из этого параграфа. причем эти ключевые слова вы можете записать разным цветом. Синий предположим. Тема синяя обозначает этот, этот и этот. То есть здесь коротко вы в качестве конспекта указываете что такое синяя тема, что такое красная тема, что такое зеленая тема. в конце вы делаете вывод. Все это буквально занимает может быть 5 минут времени, но помогает систематизировать те знания и тот контекст, который вы получили из нового материала. Этот метод очень хорошо работает. Он позволяет ребенку понять ту структуру, структуру того материала, сдачивать этого материала, сделать выводы. Поэтому вы смело можете использовать этот метод, метод корнели, я где-то в интернете здесь если откроете, сейчас вам покажу. В любом случае вы можете прогуглить его и вот, пожалуйста. Но здесь не видно выводов, я не знаю почему. В этой статье это не указали, это обязательная часть этого структурирования. Так что используйте, на запуску взяла такой инструментик еще один преподнесла, который очень хотелось вам. Спасибо. Спасибо вам. Удачи вам. Спасибо вам.